В эфире «Якутия-24» обзор главных событий уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Крупные пожары в Нью-Ленгринском и Мирненском районах есть пострадавшие. Состояние здоровья Михаила Николаева стабильное. Первый президент находится в медцентре Якутска. День российской науки. С чем якутские ученые встречают профессиональный праздник? Чиновники ответят рублем. Ведомства смогут взыскать деньги с тех чиновников, по вине которых государство несет расходы. Бриллиант за предложение руки и сердца. Алроса проводит российскую акцию. Она сказала «Да». Из республиканской больницы начинает поступать первые сведения о состоянии здоровья Михаила Николаева. Сообщается, что Михаил Ефимович в сознании активно интересуется положением дел. За здоровьем первого президента ведется наблюдение посредством телемедицины лучшими специалистами в области. Напомним, что сегодня первый президент Якутии Михаил Николаев был доставлен с анрейсом из Вилюйска в Якутск с предварительным диагнозом «устрая сердечная недостаточность». Медики оценивают его состояние как стабильное. Сейчас состояние Михаила Ефимовича стабильное, стабильно тяжелое. Он поступил, как вы знаете, с явлениями сердечной недостаточности на фоне той хронической патологии, которая имеется. Проведены все диагностические мероприятия и интенсивно проводятся все лечебные мероприятия. Он в бодром состоянии духа, в создании, в достаточно стабильном настроении. Поэтому сегодня, сейчас проходит еще дополнительный консилиум, связываемся с федеральными клиниками. И при необходимости, естественно, будут проведены телемедицинские консультации. И если будет необходимость, будут приглашены специалисты, те, которые в свое время проводили хирургические вмешательства Михаила Ефимовича. То есть сегодня все находится под контролем. И надеемся, что все будет хорошо. Вы сказали, что в бодром расположении духа он общается. Он общается, он улыбается, он разговаривает. Он сейчас снова говорит о тех проблемах, которые у нас есть. Забочен высоким уровнем абортов. То есть Михаил Ефимович, даже сейчас, находясь вот в таком состоянии, он все равно политик, он государственный деятель. Он при диалоге ставит те злободневные задачи, которые у нас сегодня есть. Всегда о заботе о населении. Егор Борисов лично держит на контроле состояние здоровья Михаила Николаева. Об этом он сообщил у себя в социальной сети. Ситуация непростая, есть подозрения на некоторые осложнения. Однако руководитель Якутии уверен, что Михаил Ефимович преодолеет это испытание и в скором времени встанет на ноги. Если потребуется, подготовят спецрейс в Москву и привлекут всех медицинских светил страны. Отметил руководитель Якутии. По его информации, консилиумы по состоянию первого президента будут проводиться каждый час. Пожар в Мирненском районе, в поселке Орылах. Загорелась кровля подсобной части коровника. Объект принадлежит совхозу новой компании «Алроса». Работникам удалось вывести 138 коров. Сейчас идут восстановительные работы по части электроснабжения. Отмечается, что здание 70-х годов постройки. Восстановительные работы планируются на лето. Где-то в районе 14.00 часов. В 14.05 мы с бригадой работников, которые здесь работали, выгнали весь КРС, крупнорогатый скот, который здесь находился, молодняк. Выгнали на улицу, распределили по существующим телятникам. Здесь, на молочно-товарной ферме, 138 голов. Пострадавших голов нет. Основное здание телятника сохранено. Пожар произошел в кровле, перекрытии кровли подсобного помещения, размером где-то 5 на 6, из-за короткого замыкания устаревшей проводки. Другой крупный пожар произошел сегодня ночью в Нюрингринском районе. В поселке Серебряный Бор полностью сгорел 12-квартирный жилой дом. В результате пожара пострадал один человек. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Об этом сообщил главный врач Нюрингринской больницы Нюргун Степанов. Мужчина 58 лет получил обширные ожоги кожи и дыхательных путей. Пациент находится на искусственной вентиляции легких. Тем временем специалисты устанавливают виновника ущерб и причины пожара. К другим событиям. Общественные наблюдатели проконтролируют голосование на выборах 18 марта. Это еще одно нововведение предстоящих выборов президента России. Подробности в материале Оксаны Устиновой. Независимый контроль над выборами появился впервые. Теперь добровольцы от общественных организаций будут наблюдать за ходом голосования. Их разместят на всех избирательных участках. Количество тех людей, которые будут осуществлять общественное наблюдение, по информации общественной палаты, я думаю, что оно будет колебаться от 1500 до 1700 человек. В принципе, это большой отряд тех людей, которые, мы надеемся, станут помощниками наших участковых и территориально-избирательных комиссий в этом сложном процессе выборов в республике Сахар-Якутик. И сегодня в Якутск приехал эксперт Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль», чтобы ознакомиться с подготовительной работой. По законодательству их полномочия никак не отличаются от полномочий наблюдателей от политических партий-кандидатов. Но прежде чем приступать к своим обязанностям, они должны пройти обучение. И хочу вот еще обратиться к общественным палатам, что, друзья, не гонитесь за численностью. Лучше пусть этих наблюдателей будет меньше, но они будут хорошо подготовлены. Потому что такая практика у нас первый раз, и не хотелось бы, чтобы были какие-то сбои. Сейчас идет активное обучение общественных наблюдателей. Среди них будут и студенты. Наблюдатели мы формируем преимущественно из студентов, имеющих активную жизненную позицию. Ну, основной костяк, акцент – это у нас студенты юридического факультета, юридического колледжа. Они уже имеют базовое представление юридическое об этом процессе, и им проще разбираться в нормах, особенностях российского законодательства. Ну, я хотел посмотреть все изнутри, как это все проходит. И много говорят, ходят слуков насчет этого. И я хотел сам все увидеть, как это на самом деле. Я юрист, и поэтому думаю, что это будет замечательной практикой. Хотя маленькой, но будет. Наблюдатели представляют народ. В Якутске список общественных наблюдателей практически готов. А к 10 февраля списки должны быть сформированы полностью. Оксана Устинова, Илья Сыромятников, Владимир Павлов, Якутск. Егор Борисов подписал указ о повышении роли семьи в обществе. Теперь в Якутии ежегодно будет проводиться конкурс «Семья года» под девизом «Моя семья – моя республика». Победители будут награждать 10 ежегодными премиями по 300 тысяч рублей. Документ призван пропагандировать и повышать престиж семейного образа жизни, ценности семьи и ответственного родительства в обществе. Также распространять положительный опыт социально ответственных семей и семейных династий. Чиновники будут отвечать рублем за свои ошибки. Речь идет о тех госслужащих, по вине которых государству приходится выплачивать компенсации гражданам. Их то и хотят обязать возмещать причиненный бюджету ущерб. Ежегодно из него тратят значительные суммы, расплачиваясь за действия каких-либо государственных органов. Ведь граждане, чьи права нарушаются, обращаются в суд, который взыскивает ущерб с государства. А непосредственная исполнительность за свою нерадивость и ответственность не несут. Поправки, которые предлагают внести в бюджетный кодекс, наделят министерства и ведомства полномочиями по предъявлению исков к тем, из-за кого приходится тратить бюджетные деньги. Сегодня в стране День российской науки. В ЦИОМ в преддверии праздника провел опрос, в ходе которого целых 72% россиян не смогли назвать научное открытие страны последних десятилетий. В то же время 48% граждан отметили, что отечественная наука находится на подъеме. А 37% заявили, что она немного отстает и 15%, что значительно отстает от мировой. Якутские ученые вносят свой вклад и делают открытие в определенных направлениях. Их труды ценятся не только в России, но и за рубежом. С какими трудностями сталкиваются наши ученые и какие их труды сегодня ценятся обществом, узнавал Дмитрий Томыров. Новую методику диагностики болезней северных оленей разработали якутские ученые. Сегодня один из авторов уникальной разработки Николай Винокуров получил премию за этот труд. Новая тест-система. Тест-система – это очень экспресс-метод. То есть раньше очень трудоемкие были методы диагностики. А в данное время с коммерческой точки зрения дешевые. Как отмечает молодой ученый, чтобы добиться таких внушительных результатов, пришлось много попотеть. Занимаемся уже последние 10 лет. Работа очень трудоемкая. Мы провели испытания в нескольких оленеводческих стадах. И по результатам этого разработали новые методы диагностики. Николай Находкин, в отличие от нашего предыдущего героя, за свой многолетний труд признания ученых еще не получил. Все его работы носят исключительно практический характер. Вообще у наших сотрудников около 15 патентов на различные изобретения. Вот последнее, в конце прошлого года, мы получили извещение о том, что наш поисково-спасательный маяк, ему выдаются патенты. Поисково-спасательный маяк выглядит как фабричный, но если рассмотреть повнимательнее, видно – все сделано вручную. Маяк уже доказал свою практическую значимость. В прошлом году спасатели использовали его в поисковых мероприятиях. Убедились на практике. Искать заблудившихся людей стало проще и быстрее. Но это помогало нам, во-первых, не надо было десятки, сотни людей мобилизовать, чтобы прочесывать лес. Потом не надо нам поднимать и авиацию, вертолет для поисков. Это один час вертолета 280 тысяч стоит. То есть день работы – почти миллион рублей. А вот такие гудки стоят, и они могли бы быть в каждом районном центре. К сожалению, такие аппараты пока не могут выпускать массово. Маяк не включен в список необходимых приборов для поиска людей. Сейчас команда Николая Находкина делается все, чтобы продвинуть свой продукт. У каждого научного открытия свои истоки. Кто-то приходит к этому, фантазируя еще ребенком, а кто-то вдохновившись собственным трудом на практике. Самое главное – не падать духом и верить в свою научную мечту. Дмитрий Тымыров, Илья Сарамятников, Григорий Охлопков, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее в нашем выпуске. Бриллиант за предложение руки и сердца. Лроса проводит российскую акцию. Она сказала «Да». Новый дом для молодых специалистов. В Олегминском районе к Новосилию готовятся те, кто готов вернуться в родное село. Подростковая преступность и как защитить ребенка – вопросы обсуждали за круглым столом в Верховном суде. В эфире «Якутия-24». Мы продолжаем наш выпуск. Социальное сопровождение несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом. Эти и другие вопросы сегодня рассмотрели за круглым столом в Верховном суде Республики. Собрались представители самых разных ведомств. Это социальные работники, силовые структуры и многие другие. Они обсудили социальные вопросы и их решения. Статистика неумолима. За 2017 год количество преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 50%. Цель круглого стола – найти реальные пути и методы, чтобы сократить эту пугающую цифру. Сейчас в Министерство Министерства Российской Федерации вносятся очень существенные изменения. Они находятся в состоянии проекта по введению в уголовно-процессуальный кодекс примирить подростка и потерпевшего подростка, несовершеннолетние обвиняемые, подозреваемые и так далее. Это, конечно, позволит многих подростков спасти, так скажем, от уголовного наказания и, возможно, привести к прекращению уголовных дел. То есть самые разные аспекты, которые, безусловно, вызовут интерес в обществе. Однако это только одна сторона проблемы, другая – не менее острая. В республике участились факты жестокого обращения с детьми. Сейчас тот круг вопросов, который говорит, прежде всего, о том, что вначале получают дети. Конечно же, это воспитание, забота детей о детях, родителей, опекунов, ну и так далее, и органов соответствующих, которые призваны этим заниматься. Следовательно, такие вот случаи, которые могут привести к гибели детей, безусловно, недопустимы. Поэтому и этот весь институт призван к воспитанию даже родителей, которые должны проникнуть с ответственностью не только за здоровье ребенка, но и за формирование полноценного гражданина нашего общества. В общественной палате республики запустили проект «Дискуссионный клуб. Что не так?». И на первом заседании также обсуждают тему жестокого обращения с детьми. Самые громкие случаи в Сунтарском Илусе. Пьяный отец выбросил 10-месячного сына в межлестничный проем со второго этажа. Вы знаете, это преступление, которое должно именно идти по уголовному праву, по 105-й статье. Значит, ребенок в заведомо таком беспомощном состоянии, и человек его выкинул. И это уже очень строго карается законом. Естественно, так должно быть. Рост преступления против детей и совершенных детьми не может не пугать. И сегодня взрослые озадачены поиском пути решения этой проблемы. Петр Говоров, Елиас Иромятников, Якутск. Больше 143 миллионов рублей беспроцентного кредита выдали молодым семьям в республике за 2017 год. Об этом сегодня сообщил зампредправительства Игорь Никифоров на парламентском часе в госсобрании «Лтумен». Речь шла о трех программах в рамках направления поддержки индивидуального жилищного строительства. Помимо льготного кредитования, в него входит обустройство участков, многодетных семей и субсидирование доставки стройматериалов в районы. Отмечу, что по беспроцентному кредитованию населения расходы были полностью покрыты деньгами, которые вернулись в бюджет с возврата предыдущих займов. Семья Шадриных готовится к новоселью. Строительство двухэтажного частного дома почти завершено. 600 тысяч рублей на обустройство получили еще в 2016 году. И в течение 10 лет они будут возвращать эту сумму без никаких переплат. Всю сумму освоили, приобрели необходимые материалы для дома. И строимся уже. Начинаем скоро в планах заселения. Где-то через месяц уже, наверное, заселимся. Такая помощь оказалась хорошим подспорьем. Порадовали семью и льготные условия. Тогда, как сегодня на строительство частных домов банки кредиты не выдают. Всего в прошлом году в республике выдали 240 займов на общую сумму порядка 97 миллионов рублей. Кредиты выдают из возвратных средств. То есть деньги, которые возвращают одни семьи, позже получат другие. И примерно миллиард 200 миллионов – это те средства, которые сейчас в кредитах для сельского населения. И возвраты идут, я уже говорил, порядка 120-130 миллионов в год. Они направляются опять же на кредитование. И это очень хорошее подспорье. Однако есть и другая сторона медали. Не все кредиторы возвращают вовремя средства. Если посмотреть статистику за прошлый год, как сообщил вице-спикер, у восьми районов недосчитались больше половины запланированных возвратов. Так, всего около 6% вернул Булунский район. Это очень приличное. Порядка 40 миллионов возвратных средств по кредитам от районов мы не получили. Но программа нужная, полезная. Это отмечают как в правительстве, так и в госсобрании. Благодаря ей уже больше тысячи семей смогли построить себе качественное жилье. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, филиал в Хангаласском районе, Якутск-Покровск. На Василии всегда события, тем более, когда это происходит в селах. Дом общежития в селе Урицкое Олегвинского района не просто решил проблему жилья для специалистов. Он стал надеждой на то, что и здесь постепенно появляются другие условия. Не секрет, что молодежь не стремится вернуться в родные края, но может постепенно и они станут вновь привлекательными. Тему продолжит Елена Фаст. С искренней радостью встретили жителей села Урицкое и открытие нового жилого дома для молодых специалистов. О муниципальном строительстве здесь подзабыли. Последние были как минимум десяток лет назад. Такие проекты стали возможны благодаря программе «Моя Якутия». Владлен Корчагин вспоминает, не когда он встречал программу «Добрых дел». Я здесь проработал главой, председателем сельского совета 15 лет. И при мне начались добрые дела. Вот рядом школа, средняя больница, клуб. Очень рад, что вот это движение «Добрых дел» продолжается. Просторные комнаты, большие окна, обои – все это уже создает настроение. Особенно новоселов радуют, что освобождены от печки. Сложно было совмещать работу и поддерживать тепло в доме. Большое спасибо за такой прекрасный дом. Это возможность молодым специалистам жить отдельно. Это недопление печки. Это возможность уходить нормально, спокойно на работу. Среди новоселов несколько молодых специалистов. Главу наслега радует, что вот дома дает возможность привлечь молодежь в село. Прибыл в село новый специалист, директор нашей школы. Пока он прибыл один, в дальнейшем плане будет перевезти сюда семью, жену, детей. Поэтому, во-первых, этот вопрос даже не сколько решил вопрос закрепления за специалистами, но и позволил нам увеличить хоть таким образом численность нашего населения. В этом году радость новоселия разделят в нескольких селах района. Сейчас уже, ну, к завершению идет четырехквартирный дом для тоже молодых специалистов в селе Саньях. И в этом году еще начнем в трех наслегах нашего района. Это Кэчи, Торой Нерекчай и Царичный. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минск. Нюрингринский медицинский колледж вошел в Золотой фонд кадров Родины. В 12-м томе энциклопедии фонда в разделе Республика Саха-Якутия опубликована информация о его достижениях, результатах научно-методической и внеурочной деятельности. Важнейшая задача издания – это создание в России единого актуального информационного поля и объединения всех представителей государственных структур и российского бизнеса. Также оно ориентировано на широкую аудиторию руководителей, специалистов, работников различных сфер. В том числе образование, здравоохранение, культура, спорта, социальные сферы и многих других. Рабочие удачнинского ГОКа смогли задать свои вопросы директору комбината. Там подвели итоги работы за прошлый год. Это не только хорошая возможность узнать перспективы развития предприятия, но и задать интересующие вопросы. Первыми отчитались обогатители. Что интересовало коллектив в нашем следующем материале. Ежегодное собрание коллектива и руководства предприятия для управленцев – это хорошая возможность оценить итоги проделанного за прошлый год. Для работников получить ответы на интересующие вопросы. На хозяйственном активе удачнинского комбината в адрес руководства поступали в основном вопросы на социальную тему. Программа по переселению ветеранов, качество питания в столовых комбината и строительство детского сада в городе. Мы разговаривали и с Мухаммедовым, о чем было сказано. В принципе, сейчас мы рассматриваем вопрос, как я это в бюджете текущего года пока не заложено. Это увеличение групп в детских садах. Увеличение, то есть, допустим, по детскому садику, по детским садикам планируется вывести направление в отдельное помещение и так далее. Мы рассматриваем, что до трех групп мы можем увеличить непосредственно в садах. Ну и вот, когда ставится вопрос на софинансирование компании республики, построить один детский садик. Зато, со слов Александра Махрачева, в 2018-м в комбинате продолжится работа по оценке условий труда на предприятии. В артем месяце у нас заложено официально, официально оценка, но еще раз подчеркиваю, тех рабочих мест, которые у нас были не оценены или были изменены, у нас таких более ста. Поднимали вопрос о заработной плате. Участники заседания спрашивали, инфляция растет, будет ли расти зарплата. Не забыли отметить и лучших. В заключении собрания директор комбината вручил начальнику обогатительного комплекса Вадиму Рудометкину золотой знак комбината. Награду дали за лучшую организацию работы объединения молодых специалистов на предприятии. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Нюрингринский театр актера и коклы пригласили принять участие в значимом проекте театральной России. Это фестиваль «Золотая маска» в городе, где на московских уличных площадках выступят артисты семи театральных коллективов из Якутии, Чувашии и Республики Марии Эл. Решено, что Нюрингринский театр покажет спектакль «Алан Хо» режиссера Петра Скрябина. С началом Нового года в творческой жизни Нюрингринского театра актера и куклы грядут новые интересные события. В настоящее время идет подготовка труппы к участию в фестивале «Золотая маска» в городе. Артисты говорят, что поездка на этот фестиваль послужит для них испытанием на сплощенность коллектива. Три спектакля по трем разным площадкам каждый день. И это потребует от нас сплощенности большой. Ощутим коллектив, дружеское плечо. Стоит отметить, что театр не первый раз получает приглашение на знаковые фестивали. Так, в декабре прошлого года артисты Нюрингринского театра блестяще выступили на международном фестивале театров кукол «Рождественский парад» в Санкт-Петербурге. Помимо подготовки к фестивалю, параллельно идут репетиции драматического спектакля «Мой бедный Марат» по произведению Алексея Арбузова, премьера которого состоится 17 февраля. Мы решили взять эту пьесу, потому что она практически классика нашей советской драматургии. Это раз. И во-вторых, она направлена не только на взрослого зрителя, но еще и на зрителя подросткового возраста, который у нас немножко обделен в репертуарном плане нашего театра. Спектакль обещает быть трогательным, жизненным, заставляющим сопереживать молодым героям – Лике, Марату и Леонидику. Оказавшись вместе в блокадном Ленинграде, они проживают свои лучшие годы – юность, молодость, зрелость. Одной из главных ролей режиссер-постановщик доверил Михаилу Макаренко. Сама проблема пьесы, сама война – очень щепетильная тема, цепляющая всех и любого, кто помнит об этом. В репертуаре театра в феврале ожидаются и другие интересные премьеры. Тамара Игнатьева, Аяло Мусов, город Нерингри. Волроса продолжается акция «Она сказала да». Конкурс на самое необычное предложение руки и сердца в компании объявили в конце прошлого года. Автору самого креативного поступка «Алмазный гигант» подарит золотое кольцо с бриллиантом. Заявки на участие поступают со всей страны от Хабаровска до Калининграда. Результаты подведут в День всех влюбленных 14 февраля. Подробности у наших коллег. Ань, выходи за меня. Да. Планируешь сделать ей предложение? На сайте «Она сказала да.ру» поделись идеей, как сделать это необычно и выиграй кольцо с бриллиантом. В конце 2017 года компания «Алроса» запустила акцию «Она сказала да». Участвовать предложили всем, кто собирается сделать свои любимые предложения руки и сердца. Тому, кто сделает это необычнее других, обещают подарить кольцо с бриллиантом. После первого предложения последовало второе, затем третье. Одно из них даже попало в эфир Первого канала. Во время трансляции хоккейного матча молодой человек признался в любви своей девушке. На выходе с трибун будущих молодоженов поздравила известная телеведущая Алла Михеева. Я вас поздравляю. А как вы относитесь к тому, что кому-то везет, как вам? А кто-то ходит в девках. Ну, кто-то найдет свое счастье рано или поздно все равно. На данный момент мы уже получили порядка 60 идей, которые будем рассматривать в качестве призовых. Есть достаточно оригинальные географии этих участников конкурса, достаточно широкая. От Хабаровского до Востока, Якутии до Калининграда. Финал конкурса «Близок». Победителя выберут 14 февраля. Ему достанется кольцо с бриллиантом от ювелирной группы «Смоленские бриллианты». О самом креативном предложении руки и сердца снимут видеоролик. Позже его разместят на официальном сайте конкурса. Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Информационная программа «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!